МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» губернатор ЕО Ростислав Гольштейн в очередной раз провел личный прием граждан. Среди обратившихся – участники проекта «Женское движение Единой России». Они просят содействия в оказании медицинской помощи женам и матерям участников СВО в удаленных уголках еврейской автономии. К Ростиславу Анастасовичу мы пришли с вопросом, чтобы он нам помог реализовать проект «Женское здоровье» и помочь, чтобы бригада врачей выехала вместе с нами. Нас поддержали. В ближайшее время будет составлен план работы нашего проекта. И мы командой поедем в удаленные уголки, чтобы оказать помощь женщинам. Обратились в ходе приема и военнослужащие с просьбой о приобретении технических средств, необходимых на поле боя. «Военнослужащие попросили для ребят, которые сегодня находятся в зоне СВО, приобрести оборудование для передачи данных. И Ростислав Артевич, конечно же, сказал, что область окажет всевозможную поддержку в этом вопросе». Пришли на личный прием и члены Федерации автоспорта ЕАО. Они просят содействия в проведении очередного этапа автомобильных гонок. Ростислав Гольштейн пообещал оказать всю необходимую поддержку. Никита Натапов, Богдан Патрин, Новости, 21. Икону святого великомученика Георгия Победоносца с частицами его мощей выставили в Благовещенском соборе Биробиджанской епархии. Святыню доставили в областной центр из храма пророка Божия Ильи села Амурзет в день великомученика и встретили ее крестным ходом. Архиепископ биробиджанский Кульдурский Ефрем совершил молитву об укреплении воинов, находящихся на поле брани, о победе над злом. Икона будет находиться в течение недели в Кафедральном соборе. Следующее воскресенье будет перенесена в Свято-Никольский казачий храм. Потом мы планируем, что икона с частицами мощей святого Георгия посетит и другие храмы нашей епархии. Пока она будет находиться в Кафедральном соборе, рядом с иконой лежит молитва о Святой Руси и о победе. Таким образом, Еврейская автономная область присоединилась к Всероссийскому молебну о победе, начало которому 6 мая положил патриарх Кирилл. Тем не менее, у нас уже сегодня, в день Георгия Победоносца, вместе со всей Россией, начинается общая усиленная молитва о победе. Здесь идет нам во благо наше место пребывания, наш часовой пояс. То есть мы, получается, в числе первых в Российской Федерации вот сегодня открываем такую усиленную всероссийскую молитву. Ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца проедет сотню городов в 89 регионах России. В Биробиджан по предварительным планам он прибудет 6-7 июля. Андрей Кирюшин, Денис Денисов, Новости 21. Мэр Биробиджана Максим Семенов провел встречу с делегациями из китайских городов-побратимов Хегана и Ичуня. Это первый официальный визит в ЕАО гостей из Поднебесной после снятия ковидных ограничений. В ходе встречи стороны выразили намерение о возобновлении и дальнейшем развитии двухсторонних международных отношений. Наши соседи готовы сотрудничать в таких сферах, как туризм, производство и переработка сельхозпродукции. Один из китайских предпринимателей намерен обсудить вопрос о поставках в ЕАО бытовой техники производства КНР. В ходе переговоров гости из Китая пригласили Максима Семенова посетить свою страну вместе с представителями биробиджанского бизнеса. Я думаю, что мы все их предложения очень внимательно рассмотрим и в ближайшее время, конечно, сформируем какой-то пул предпринимателей, которые могут заинтересоваться и развитием бизнеса с китайской стороной, как здесь, на территории города Биробиджана, так и в городах Ичуни и Хэган. Также представители китайской делегации готовы активно сотрудничать в сфере культурного обмена. На лето и осень уже запланировано проведение российско-китайских фестивалей и других международных мероприятий. Никита Натапов, Богдан Патрин. Новости 21. Уже традиционный турнир по гиревому спорту и пауэрлифтингу на призы Законодательного собрания автономии собрал сильнейших спортсменов Октябрьского района. В церемонии открытия принял участие председатель регионального парламента Роман Бойко. Юноши и девушки выступали с гирями от 6 до 24 килограммов. Штангисты соревновались в двух весовых категориях – до 63 и свыше 63 килограммов. Состязались спортсмены в личном и командном зачете. Несмотря на такие трудности, у нас есть и военнослужащие принимают участие, наши сильнейшие спортсмены прибыли, дети школы, Никольская школа, Амурзетская школа, нашего многопрофильного лицея. Ну и есть ребята, которые работают уже, тоже примут участие. Тяжеловесы Октябрьского района регулярно показывают высокие результаты на различных соревнованиях не только областного, но и окружного уровней. Участие в выездных состязаниях позволяет поддерживать форму и развивать интерес к этому виду спорта. В этом году, в начале апреля, на первенстве Хабаровского края, открытом первенстве Хабаровского края, наш спортсмен Константин Леонтьев установил рекорд области по гиревому спорту. В Довибуре набрал 270 очков. Это высочайший результат. Это говорит как раз о том, что Амурзетская школа гиревого спорта, она продолжает свои такие хорошие традиции. Победители и призеры соревнований получили медали, дипломы и кубки Заксобрания региона. А самый юный участник турнира Юрий Чуркин, которому всего 11 лет, поощрен подарком от общественной молодежной палаты при областном парламенте. Андрей Кирюшин, Денис Денисов, Новости 21.